Всем привет и приятного аппетита! Кто ест, кто пьет. Я сегодня с Пахмега, поправляю здоровье филом. Не знаю, как со звуком, да? Да, сегодня мы пробуем микрофон, у нас два микрофона. Один мой попробуем, что-то нам не очень понравилось. Сейчас у Руслара помощнее конденсатора микрофона, посмотри, потому что здесь шумно, опять же шумно, как у прошлый раз. Ну, поэкспериментируем, поэкспериментируем. Надеюсь, все нормально. Я, кстати, остренько сейчас поел, прогрелся, нос течет. Ну, еще и стивил. Водочки бы к этому, вообще супер. Как раз выздоровлю. Ну, я вчера выпил вот этот ликер 40-градусный, да, а ночью проснулся от того, что у меня жарко стало. Ну, я, во-первых, поздно лег. Лег, значит, полежал, видимо, еще под одеялом, и вот этот огонь стал распространяться 40-градусный. Прямо жарко, я себя был больной, я бы мог в покое пропотеть. Вот я вот там здесь раскрылся, потому что конкретно жарко было. Вот. И под утро я встал, пошел на току, большую кружку набрал в холодную воду, лимон туда положил, и вот раза четыре потом я уже под утро просыпался, от жарко просто жарко получилось. И это самое холодную водичку. Видимо, нормально. Ну, 0,5 бутылка, 40 градусов за вечер. Ну, как бы, не слишком много, но с другой стороны тоже достаточно вполне. Я, так, с апельсиновым соком, с другими коктейльчиками, с едой, да, я заранее сделал себе эти отбивные по своему рецепту. У меня рецепт Зенка-Нахогин, как это самое, вы помните, я там показывал, вот, с корочкой, там, обами, сахарятся, как положено. Сделаю это самое, греческий салат. Специально в еде купил этот самый фету. Это брынза или что? Это типа брынза, это соленый сыр, да, греческий. Очень вкусный сыр. И я его с оливковым маслом все это сделал. Потому что вчера под хорошую закуску, я даже и пьяным, в общем-то, не был. Хорошо было, но пьяным не было. По крайней мере, это казалось. Ну, со стороны, ролик я записал, потому что со стороны, кажется, это не совсем так. Но... Толсатый русский магазин находишь? У нас есть рядом русский магазин. Мы туда ходим исключительно, семечки берем. Иногда в Гриции, чем там все семечки погрызть. Вот. Или, когда мне так особо захочутся пельмени, я, кажется, пельмени покупаю. Очень большой выбор. Вот. А так... Ну, там есть, допустим, гречку. У нас гречка навсегда есть. У нас в Москву ездит, она оттуда привозит гречку. И вот она тоже оттуда привозит. Соленые гурцы, между прочим, мы просто вадим в кольском магазине. Вот такие соленые гурцы, консервированные. Огурки, да, у них по-кольски? Огурки, да. Ну, они есть и в кольском магазине, а есть в этом. Бридли в таких пластиковых. Крыльчик пластиковых. А, вы берете соленые, не эти? Не маринованные. Я не люблю маринованные. Нет, жена меня берет маринованные, помню. Но я их не переношу. Я люблю консервированные, конкретно соленые что-то. И как раз польский просто идеально под это делаем. Особенно вот там тифко-попилы, засусти соленого горчика. Вообще вот польские продукты, они очень похожи на наши. Очень-очень, да. Поэтому они здесь как бы... Мед берем иногда тоже у поляков, потому что в шведских магазинах практически нормальный у меда не пустят. А у поляков, вот там у них тело-запечатанный, там всякие вещи. Даже такая прикишная крыльчка, там все ручно печать стоит. С решеточкой бывает? А? С решеточкой бывает? Бывает, бывает, да, бывает. И все виды меда. Ну, правда там дороже все, конечно. Но, по крайней мере, очень вкусно и оригинально. Очень вкусно. Мы тоже часто ходим. Вы в русском ходите, да? Или в польских? В русском? Да. Ну, видишь, я в русский особо сейчас ничего не беру, не хожу, кроме пельменей. Потому что пельмени делаются вручную, да, там вручную. То есть пельмени, какие-то части. Но пельмени, знаешь, мне не очень понравятся. Ну, где? Возле нас готовят. Я, где вы, да. Не, у нас нормально. Они там везут из Германии, как я понял. Из Германии. И там какие-то русские тетки, видимо, делают из пельменей по правильным русским рецептам. Потому что там очень много разных видов. Есть там чисто свинины, говядины, смешанные, там разные варианты, да. Больше, меньше, туда сюда. И какие бы ни брал, они сделали очень-очень качественно. Хорошее мясо, хорошее тесто. Все, 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 это, ну, основой вкус должно быть. Вот, когда жена иногда из Москвы что-то привозила, да, там, в Москве покупала. Ты знаешь, вообще офигеть. Сыры есть невозможно. Вот, ну, селедка там раз на раз не приходится. Иногда нормально, иногда просто, ну, чуть не выбрасывать надо. То есть сейчас в России качество питания стало гораздо-гораздо хуже, чем это было вот в те советские времена, когда я вот это все покупал. Я просто раню, вот, ну, любой брат, там, пряник и слабость особенно, сильно отличается в худшую сторону сейчас. Ну, по сравнению с советским, да, но все равно часто тянет на это. Тянет, да, хочется, вот, я зефир люблю, да. Но она тоже зефир привозит иногда, ну, почти как настоящий, как должно, да. Иногда вообще как фигня, которая, вот, невозможно есть. Ну, конфеты то же самое, там есть старые белочки всякие там, молочные там всякие. Тоже, как бы, не совсем, не совсем только было раньше в советское время. Помните времена, я вкус так вот и конкретно отражался, да. И сравнивая сейчас, нынешние вот эти вот, эти же продукты, небо и земля, все не то. Ну, да. Украинцев много возят, да, они пить их? Да, да, да. Мы у них скумбрию берем. О, скумбрия это вещь, да. Вообще класс. И вот, недавно как раз такой получился момент. Мама купила в магазине. Носу говоря, сейчас там меня это. Ничего, болеешь, нормально, естественно. Мама купила недавно скумбрию в магазине, ну, хорошая, вкусная. Украинскую производство или ничего? Ну, я даже не знаю, чего. Наверное, все-таки ближе же, чем Россия. И недавно мама нашла человека, кто, они приезжают на машине, раздают и уезжают. Оптом раздают. У своих клиентов, да. У своих клиентов, да. Уже все, у них это. Иногда люди тоже вместе приезжают с ними. И разница, я вот ощутил, у них свежая. И вот чувствуется разница. Кушаешь, она более такая, более сочная, мягкая такая. Ну, в принципе, 10 народных ходителей, специализированные отделы, где вот свежие там продаются, да. Ну, тут же намного дороже будет, да. Ну, будет то же самое. Мы-то берем, ну, вот мы, по крайней мере, берем там, ну, в этих магазинах, супермаркетах, да, обычно, ну, для простого народа. Да, да, да. Мы не делаем там какие-то голоски, официальные какие-то отделы, магазины, рынки, чтобы там супер, там, это свежие купить. Уже будет очень слишком дорого, во-первых. Ну, и это. Большой разницы нет, от чего ты умрешь. Вот. Ешь такую пищу или такую, все равно умрешь в свое время, как бы. Это сильно влияет. Ну, да. То же самое, что касается экологических продуктов. Да. Ну, не все по карману тянут. Конечно, конечно. Там бывает разница, там пять кроме другого, а бывает чуть ли не в два раза там. Да, да, да. У нас, например, бананы по 12-го всегда. Да. В арабском магазине. Угу. Это дешево. А куда-нибудь в центре заходишь, экологически, ну, там 35-40, то есть в три раза дороже. Жал дорогу, да. Это где килограмм ты ешь, а где 3 килограмм. Поэтому. Угу. Я тут прочитал это вот совсем недавно, что, кажется, ну, там какая-то международная организация, которая ежегодно проводит эти самые исследования там. И потом делать заключение. Вот в этом году, в шестнадцатом году прошедшем, Стокгольн вышел, занял первое место по экологии среди всех совет мира. Да, да, да. Слышал, да? Слышал, да? Все офигеть. Ну, в принципе, я согласен, что в центре Стокгольма, хотя тут как бы и машины ездят, то есть все, но чисто нет, реально чисто нет. Я не чувствовал вот этих вот запахов. Тем более, они тут нет никакой обычности, ничего тут с смертью не падает. Никакими течения. Да, тут промышленность в основном от Стокгольма подальше. Да, 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 да. Ну, и то, здесь нет стальмитейных, разных химических производств, выбросы идут через трубу. Единственные выбросы, это у нас в Эллинге, это это самое, крематорий, где покойники ожидают. По идее, единственная труба в нашем районе, это вырыки, но там никогда дыма нет. Я сколько ходил, я там гуляю периодически, там такие мощные фильтры, видимо, стоят, что там не то, что чел, там даже белого дыма нет. Труба, я знаю, что там работает, но ничего не видно. То есть, что это фильтруется конкретно. Ну, этот, правительство, наверное, свои правила усыновивно как-то требует. Да, да, да. Ну, есть нормально, блин. Не загрызнятся. Я помню, в советское время ездил на машины, что на Урал, да, в Южный Урал, где вот эти, вот, эти, вот, галлюминические разные комбинаторы, а это офигеть. И едешь, это самое, и видишь, что небо какого-то непонятного света. Потому что так, везде понатопены трубы, дым идет, и, особенно вечером солнце заходит, боковое освещение, там, так, так все-то переливается. Такие северные сияни, ну, загрязненным воздухом. Это будет просто. Я думаю, сейчас то же самое, там, по качестве предприятия работают. Ну, да, Челябинск, там. Да, 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 да. Тракторами всякие заводы, там, на стол улетели. Ну, и не думаю, что они закупают дорогущие оборудования, которые будут, там, это, фильтровать, что-то. И кого это не заботит? Так, ну, надо что-то весело рассказать. А то мы все грустно как-то. Это... Мне тут один товарищ написал, ну, под каким-то из последних роликов, там, Брянский Волк, у чего-то, я типа, это, там. Брянский житель. И он пишет, говорит, не, говорит, Швеции не ногой. Тоже, что в Швеции такая, сколько чищит, типа того, да? А я так говорю, я его пишу, реально. А как вы там размикаетесь в Брянской области? Интересно. Как ты... Как ты можешь свои развлечения в Брянской области сравнивать с развлечениями, типа, Швеции? Да. Вот интересно, ты расскажи, здесь скучно, на ТОВС, для молодежи, или не скучно они? Есть ли тут какие-то реально развлечения для молодежи, кто хочет невозможно как бы все равно мне кажется если есть друзья компания своя то никогда не бывает скучно и есть деньги конечно это развлечение много очень много чего есть люди думают что это именно скучная страна потому что здесь нету до молодежи податься как бы есть просто это все это все как-то вот как сказать скрытно то есть не у него так наружу все показывается то же самое когда мы на коньках катаемся у них есть свой клуб там 10000 я либо я не знал про это пока не увидел твой ролик на самом деле а потом я увидел еще другие ролики чтобы это очень популярно да очень в этой группе 10000 менлема членов идет идет это по стогольму до называется это ссс к там платно это все вот кинский взнос но ты получаешь замен там всякие плюшки уроки и будут там тренинги ну то есть как связь техника дается оборудование что покупать самому но они могут тебе найти как и мне то есть вот это все оборуденном не было это мне все бесплатно дать но это уже через знакомых у меня есть там друзья которые мне это все пристали кроме одежды рюкзак потом найти шило палки всякие это покупаю тоже надо покупать но мне все предоставили как и мне дали так что я могу не только с ними ездить ходить со всеми сам могу просто это не это вообще мало кто знает я вот с людьми разговарив которые здесь тоже много лет они все удивляются где-то это нашел где-то тут все ела бы желание да стремление к чему-то все есть я не ролик был где я по скалам лазил там любительство не такие в реста ну там чисто вот за 100 метров может быть но чистая скала вот 90 градусов не поняла то есть здесь очень много стоит просто игра это все скрытно это так не афишируется развлечений здесь куча но естественно и надо немножко на кармане денег убить и знакомых все равно как-то через через узнаешь тех узнаешь то же самое вот на когда была сходка ютюберов у меня был ролик тоже никто не знает заходишь там нигде ничего не указано заходит от тебя спрашивают так ты кто там такой такой тогда заходи если чужой выходить весел от закрыта всего все свои там другими словами здесь тоже развлечений на любой вкус можно найти было бы у тебя личное желание растремление к этому не все это можно идти и так сказать развлекаться как лучше любом управлении если кто не знает чем заняться в центре стокгольма есть стокгольм визитер центр центр 300 где он страница нет где эта площадь территория есть культура там куча разных организаций там есть девушка на русском разговаривать не вот там кто не знает чем заняться зайдите на сайт поищаетесь визит стокгольм он называется или сходите там очень много брошюр всяких потому что информационная будка это можно просто дать запросы тебе там подскажут куда чего там как бы не будка там офис где на целом вводят пусть на ходе там стоит и побудут обратно там там расширки всяких да 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 то есть я подскажут на какой сайт тут пришли нужен много через интернет да 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 там все расскажет где чего через фейсбук где бесплатные да где бесплатный вход именно сегодня например какие-то там не знать концерты стендапы есть я не знаю тоже по сезону зимой какие-то типа лыжи там летом на канала это какая-то на каяке я вот все не вне как не получается на каяке кататься поэтому кто говоришь на каях это похоже на тепле да это лето кто говорит что скучно это просто они не знают чем себя занять куда мы по данному язык все-таки знают ну да это мере хотя бы узнавать кто-то спросить что ты понял что тебе ответили как мне сейчас он это два раза не спросил я сразу не врубился когда я пошел пиво заказывать сюда в эту сторону я хочу такой пиво да да где-то где-то сидишь типа того я не мог рубиться то что не странный вопрос на карате где сижу у меня мелькнула мысль что это они принесли сами не это вообще не принесу сначала так я пальцы показываю что вы здесь вот тогда нужно идти вот там покупать в этом я видел же ставил так показала да то что я не мог понять смысл этого вопроса пока ради себя все много правил но если их знать все интересно интересно и разнообразно стокгольм в принципе все есть как у любой другой столицы мира на все то же самое то же самое ночные клубы вроде заходят все какие-то скучные со стороны смотришь там и работа в жизни обычно да но если у вас есть вход через знакомых какие-то специальные там уже своя тусовка своя атмосфера и они всегда где-то сзади там глаза не бросает все которые насти пары на главную улице это все для туристу и парку же и скажем так все не закончилось я и закончилась не скучайте приезжайте стокгольм на постоянное место жительства если получится будет вам счастье тут есть все как и в любом другом городе тем более в россии тем более брянской области уж точно здесь больше будет да вот ну это до встречи пока удачи пока